Временно исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков обратил внимание на состояние самарских лифтов. Всего в городе порядка 8300 лифтов, из них требует замены почти 3400. По словам руководителя города, губернатор Вячеслав Федорищев поручил в течение двух лет организовать производство лифтов на территории Самарской области. В этом случае снижается и стоимость за счет снижения расходов на логистику, и появляется возможность оформлять покупку оборудования в рассрочку. В Самаре появится навигационная система ВЕХИ. Благодаря ей ориентироваться в маршрутах к городским достопримечательностям будет легче. Первые указатели уже начали устанавливать на Хлебной площади и у Струковского сада. Всего в рамках первого этапа реализации проекта установят 10 интерактивных арт-объектов. В темное время суток на дорогах значительно повышается уровень опасности. Водители и пешеходы в Самаре просят быть бдительнее и соблюдать правила дорожного движения. Самарцев предупредили о новом способе мошенничества в Телеграм. Теперь аферисты рассылают жертвам письма от близких с подарком в виде премиум-подписки. Чтобы начать пользоваться услугой, необходимо перейти по ссылке, ввести логин и пароль. Однако в этом случае ваши данные попадут в руки преступников. В Самаре на улице Куйбышева потушили пожар в неэксплуатируемом здании. Огонь ликвидировали на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. В областной столице прошли всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах на призы министра спорта России Михаила Дегтярева. Участвовали 220 спортсменов в возрасте до 23 лет из разных регионов России. Турнир является одним из этапов отбора в сборную страны. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил преподавателей высших школ Самарской области с профессиональным праздником. Он отметил, что вузы региона успешно участвуют в реализации федеральных проектов, занимают высокие позиции в международных и российских рейтингах. Регион известен своими сильными научно-педагогическими школами. Все это позволяет совершенствовать систему подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру. Самарская область заняла четвертое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. Это направление является одним из приоритетов программы социально-экономического развития региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова